Место чая успокоительное. От каждого звонка в дверь дрожь. В один миг мастера Ибрагимовна лишилась спокойной жизни и всех сбережений. Все деньги у 94-летней пенсионерки обманом выманила незнакомка. Представившись сотрудником Рейсабеса, зашла в квартиру и предложила поменять деньги. Грядет, мол, дефолт и лучше обменять сейчас на дому, чем потом стоять в очередях. Вместо 70 тысяч рублей, которые пенсионерка несколько лет откладывала на похороны, мошенница оставила 25 билетов банка приколов. Такие лжеденьги продаются в Роспечатях, как закладки для книг. Ну она начинала и считать. И считал, и считал. Или еще считал. И убежал. И все. И все. Я ее провожать не могу. И все. Не знаю, что она сделала. Я ее не знаю. Я сейчас не могу вставать даже никому. Что ее обманули, мастера Ибрагимовна поняла не сразу. Новые деньги решила показать внучке. Та в ужасе обратилась в полицию. Приметы мошенницы бабушка запомнила смутно. На вид женщина нерусской национальности около 40 лет. Это уже далеко не первый обман пенсионеров. В последние годы, говорят, в следственном отделе. Подобные случаи мошенничества участились. Просьба всем родственникам, внукам, внучкам, детям, как-то поговорить с ними. Объяснить, что люди в таком возрасте, их легко обмануть, чтобы не верили никому. По возможности, конечно, не впускать посторонних никого домой. Но если уже пустили под каким-то предлогом, чтобы их удерживать дома и как-то на помощь позвать, что соседи хотя бы постучать, Ольга Шульга, Дмитрий Охотников, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ.